Здравствуйте, уважаемые зрители нашего цикла программ «Библейский час». Эта передача посвящена продолжению разговора на тему книги Экхлезиаста или проповедника. И мы беседуем с гостем студии радио-телецентра «Голос надежды» священником Факторовичем Владимиром Иосифовичем. Добрый день. Добрый день. Я переворачиваю вот эти символические часы. Они буквальные, песочные, но они выступают у нас как символ того времени, о котором говорит Экхлезиаст. И также символизирует и связь времен, потому что сегодня мы нуждаемся в божественной мудрости, в том откровении, которое Господь посылает нам через Священное Писание. И книга Экхлезиаста, она, как мы с вами уже видим, она раскрывает эту божественную мудрость и несет в себе очень много того доброго и полезного, которое необходимо людям, живущим в наше время. И мы с вами говорим о так называемых заповедях Соломона, которые находятся в третьей главе и посвящены времени. Владимир Иосифович, я попрошу вас, может вы сегодня прочитаете эти тексты для того, чтобы мы вспомнили, что говорит Соломон. И потом продолжим наше общение. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время воровать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Вот интересно, в прошлой нашей программе вы упоминали о том, что порядок этих заповедей или этих изречений, он не случайен. И особый акцент был сделан на то, что первое выражение, оно негативно, второе – позитивно. Ну, человеческая природа и Божья природа. Первое – человеческое, то, что мы делаем в своей жизни, и то, что нужно исправить, и второе – это Божий ответ. Божий ответ, да, Божье участие, Божие действия. Вот мы уже с вами подошли к стихам, где говорится о том, что время разбрасывать камни и время собирать камни. Об этом мы говорили на прошлой программе, пятый текст. Но в этом же контексте, если мы посмотрим, вот имея эту логику всего отрывка, что первое изречение, оно человеческое и негативное, то дальше-то идет время обнимать и время уклоняться от объятий. И я думаю, что в нашем общем представлении и в моем собственном тоже как-то здесь не вяжется. Потому что для меня всегда объятие, обнять ребенка, супругу любимого человека, родного, близкого человека – это указывает на положительное действие. А уклоняться от объятий – это вот отвергать что-то, и это негатив. Но контекст построения всех вот этих мудрых изречений совершенно обратный. Может быть, это исключение из правила? Здесь невозможно исключать правила или что-либо менять, потому что если мы в какой-либо из заповедей изменим идею построения, то рухнет все здание. Дело в том, что сама идея того, что вначале идет то, что нужно оставить или изменить, а второй частью идет то, что должно быть изменено, изменено Богом, подсказывает нам трактовку и расшифровку этих заповедей. Вот если мы с вами смотрим, смотрим на эту интересную заповедь, которая звучит «Время обнимать и время уклоняться от объятий». И опять вот все наши зрители, слушатели, они соглашаются с вами, что обнимать – это естественно для человека. Почему же приходит время уклоняться от объятий? Сразу задаем вопрос, все тот же вопрос, что человек совершает вначале. Вначале он совершает по логике этих заповедей что-то плохое. Что-то плохое, негативное, от чего нужно избавиться. Раз движемся логикой дальше, раз обнимать это само по себе неплохо, это естественно для человека, для любящего сердца, значит вопрос не в том, что обнимать плохо, вопрос кого обнимать. Здесь речь идет о нашем выборе, с кем мы. Объятие, опять же мы опускаемся в традицию, ветхозаветные традиции, и видим, что объятие – это выражение нашей дружбы, нашего поклонения. Нашего отношения. Мы обнимаем того, с кем дружим и кому отдаем часть себя. Вот вы привели пример ребенка, или привели пример любимой жены, человека. Мы отдаем себя. Объятие – это символ разделить и соединить. То есть я отдаю часть себя этому человеку, и обнимаю его, и прижимаю его к себе. Вот это то, что связано с отношением с Богом. Это познание Бога, единение с Богом, стать единым с Богом. Это символ семьи. Да, вот я говорю, символ семьи, когда мы говорим о том, что будет двое-одна плоть. Это и есть объятие. Значит, мы… Так это хорошо. Хорошо, объятие, хорошо. Значит, с кем мы обнимаемся? Теперь символ нашего выбора. Я прочитаю только один стих, один стих из Евангелия от Матфея. Шестая глава, 24 стих. И, ну, легче будет уже что-то объяснить. Итак, 24 стих, шестой главы Евангелия от Матфея. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будем ненавидеть, а другого любить, или одному станем усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот теперь обращаю внимание. Дело в том, что эти заповеди, так как мы их продолжаем называть, заповеди Соломона, были высказаны Богом через Соломона. Соломон, когда говорил об этом, он думал о своей проблеме, Господь ему напоминал о проблеме. Соломон хотел обниматься и с Богом, и с идолами. Соломон хотел примирить и Бога, и идолов. Он построил храм Богу, и в то же время построил храм Астарте, условно, храм. Он построил храм Молоху, самым страшным идолом. И каким-то образом он захотел примирить. И вот здесь Господь вмешивается и дает ему откровение. Нельзя служить двум господам. Поэтому мы по своей природе обнимаемся, условно говоря, сливаемся и служим тем, кто ублажает наше плотское начало. Человек по своей природе стремится к тем, кто решает его плотские проблемы. Ага. И тогда Бог ревнует. И тогда Бог ревнует. А знаете, ревность Бога, она не имеет основания. Если ревность человека может быть без оснований, то Бога ревность имеет основания. Потому что если мы с вами обнимаемся с врагом душ человеческих, то мы на кого взираем, да? То-то образ и преображаемся. Поэтому речь идет о том, что нужно начать уклоняться от объятий с теми, кто ведет нас к смерти. Идет князь мир сего, во мне не имеет ничего. Не надо, условно говоря, с ним обниматься. То есть здесь вопрос тогда в том, кого мы обнимаем. Как раз ключевой для понимания этого отрывка. Вот это вопрос, с кем мы. Видите, как раскрывается, дорогие друзья. Действительно, как многообразно священное Писание. И то, что лежит на поверхности, это порой совсем не то, что раскрывается в глубине. И вот в связи с этим у меня вопрос. Как раз я хочу здесь акцент сделать на слове «время». Соломон говорит, и божественная мудрость через него говорит сегодня нам. Время обнимать, время уклоняться от объятий. Я как-то задумался, сегодня, наверное, одна из основных проблем миллионов людей, особенно которые живут в крупных городах, в переполненных мегаполисах, когда не хватает времени ни на что. Вот я не знаю, как это согласуется с вашей проблемой, потому что у людей всегда представление, что люди веры, священнослужители, они как-то стараются более упорядочивать свою жизнь. Но у мирских людей, как правило, проблема времени, фактор нехватки времени становится серьезной проблемой, влияющей и на здоровье, и на взаимоотношения и так далее. Я даже хочу отвечать на ваш вопрос раньше, чем вы его закончите, потому что для меня это очень близко, и я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Вот чисто практическое применение, какое мы можем найти вот в этом совете? Если идти, вести речь о времени, если, вот будем использовать даже эту фразу, может она несколько режет, слух, обниматься, да? Если я начинаю с обниматься с Богом, если я стремлюсь к Нему и отдаю себя Ему, если я ищу горнего и нахожу горнее, если я ищу Бога, собственно, это смысл нашей жизни, и нахожу Бога, то я даю Ему возможность решать мои проблемы. Это, ну, уникальный опыт, я могу вам сказать, опыт любого человека. А у вас был личный опыт со временем, вот как вы стояли перед какой-то глыбой, и как вот ее разгрести? Тема очень большая, но я вот не могу, знаете, как отклониться сейчас ее в сторону отодвинуть. Дело в том, что у Господа нашего Иисуса Христа есть одно интересное выражение, которое, может быть, и не планировалось, но, может, Господь хочет, чтобы я сказал об этом, оставит человек отца, мать, оставит человек близких, родных ради Господа. И некоторые говорят, как? Бросить родных, близких ради Господа? А идея в чем заключается? Если я оставляю попечение, вот это, знаете, попечение над теми людьми, которые мне особенно дороги, и прилюбляясь к Господу, то я отдаю Господу попечение над ним. Это лучше. То есть это не оставление, как таковое. Это не оставление, это передача управления в руки Божьи. Вот это, знаете, слова Христа в сто крат более. В сто крат более тоже слова странные. Когда мы читаем с вами, что получат сто раз больше детей, сто раз больше жен. Это речь идет о том, что не буквально сто детей, сто жен, да? А речь идет о том, что сто крат более. Он говорит, ищите Царство Божие, ищите Горнию, остальное приложится, лучше приложится. И мы знаем, что лучше, значительно лучше. Лучше, чем Лилии, лучше, чем Соломон. Лучше. Поэтому, когда идет речь, что я начинаю искать Господа и обнимаю Господа, то Господь обнимает моих детей. Господь обнимает мою семью. Господь решает мои проблемы. Господь решает проблемы хлеба насущного. Господь решает проблемы здоровья. Я могу сказать о том, что чем больше я отдаю по своей природе, человеком не являюсь, обладающим хорошим уж здоровьем очень, но чем больше я отдаю свои сил в служении Господу, тем больше получаю. Вот такая особенность. Поэтому я могу сказать всем тем, кто сейчас с нами, лучше обниматься с Господом. Он будет обнимать тех, кто нам дорог. Ну вот еще я хочу добавить к этому же тексту. Возвращаясь к моему вопросу, можем ли мы сказать следующим образом, что не надо обнимать необъятное? Потому что сегодня интернет, сотовые телефоны, люди не могут никуда скрыться. Даже ритм жизни поменялся. Уже я смотрю, в некоторых автомобилях стоят телевизоры на передней панели. Чтобы успеть что-то посмотреть, хотя у меня не очень вяжется в голове, как это так можно вести машину и одновременно смотреть телевизор. А я видел один такой случай, я подумал, наверное, пассажир рядом сидит и смотрит. Оказалось, что нет. Сидит один водитель, и у него включен маленький экран на панели телевизора, где идет какой-то фильм. Сергей Анатольевич, вы знаете, вот одну секундочку, я еще прошу вашего внимания и внимания всех наших зрителей. Дело в том, что когда-то Господь дал очень хороший урок. Марфа и Мария. Марфа, которая, ну, хороший человек, заботился, суетился о многом. Она как раз вот к вашим словам хотела объять необъятное. Обнять как раз, объять, да? Она действительно, да. Она хотела обнять все, чтобы принести Богу. Она хотела все, чтобы послужить Богу. А Мария сидела у его ног. Она теряла время. Она как бы не заботилась об угощении. А как Господь отметил? Она избрала благую часть. Ты забочишься и суетишься о многом. И вот здесь самые главные слова. Слова для всех. Слова для меня. Слова для вас. Одно только нужно. Что нужно? Сесть у ног Господа. По сути дела, это руки Марии, которая обняла колени Христа. Это руки Марии, которая разбила сосуд всех наших проблем. Нуж, забот. И вылила на Христа. Она отдала ему свою жизнь. И Господь сказал, одно только нужно. Одно только нужно. Вот как раз и ответ на это вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что все мы согласимся с тем, что сейчас действительно для большинства из нас пришло время уклоняться от объятий. Когда мы пытаемся объять необъятное, мы не высыпаемся, мы стараемся делать все наилучшим образом, может быть, но нас не хватает. Мы теряем здоровье, мы теряем психологические и душевные силы, и все равно не успеваем за этим бегом времени. Может быть, пришло время сделать сознательный выбор, расставить приоритеты в своей жизни. И Соломон, может быть, предвидя эту ситуацию, более трех тысяч лет назад тогда открыл нам эту небесную мудрость, которая дошла к нам из глубины веков, чтобы мы сегодня имели возможность уклоняться от объятий и сделать разумный выбор на то главное. А Христос говорит, ищите прежде Царства Небесного и правды Его. И это все, вот это все, что мы стараемся вместить в свою жизнь, оно все приложится чудесным образом. Здесь хорошо отметить эту проблему, которую мы тоже обозначили, когда человек пытается обнять и Божье, и земное. Когда он пытается служить и Богу, и Мамоне. Двум господам. Да, когда он служит двум господам, и когда, вот если вспомнить пророка Илья, хромает на оба колена. Да. То же самое. Нужно, чтобы обнять кого-то, нам порой нужно уклониться от объятия другого. Другого пути же нет, и мы должны это понять. Но опять-таки здесь речь идет о сознательном выборе. Выбор. И о том, что Господь дает, опять-таки, благую весть, да, что обудет от Господа и время уклоняться от объятий. То есть он как бы тем самым обещает нам содействовать в нашем этом движении к мудрости, к расставлению приоритетов в своей жизни, для того, чтобы хорошо было нам. И в итоге жизни все-таки мы окажемся в объятиях того, кого мы обнимаем сегодня. Вот у меня на эту тему есть цитата из книги «Пророки и цари» Елены Вайт, где она пишет, «На собственном горьком опыте Соломон познал пустоту жизни, неизбежную, когда человек ищет наивысшее благо в земном». Вот обнимает, да, как мы выяснили, истинный смысл этих объятий. «Он возводил жертвенники языческим богам, чтобы убедиться в их бессилии дать покой душе. Мрачные мысли терзали его днем и ночью. Он уже не находил больше ни радости в жизни, ни спокойствия, а будущее представлялось беспросветным и полным отчаянием». Вот такой печальный опыт подвиг его к тому, что он и написал вот эти наставления мудрости, о которых мы сегодня с вами говорим. А что у нас дальше? По тексту у нас «Время искать и время терять», «Время сберегать и время бросать». Вот шестой текст. По сути дела «Время искать и время терять», «Время сберегать и время бросать» – это идея одна и та же. И чтобы приступить к этим размышлениям, опять давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 по 48 стих. Ну и вот пока вы открываете, я добавлю, что и время раздирать, и время сшивать, наверное, мы тоже можем отнести к этому. Ну да, отчасти да, отчасти да. Вот теперь наблюдаем одновременно, наблюдаем по возможности, помним, держим в своей памяти, что речь идет «Время искать и время терять, время сберегать и время бросать» и в этом контексте слушаем. Еще подобно Царства Небесной сокровищу, скрытому на поле, который, найдя человеку, таил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле того. Еще подобно Царства Небесной купцу, ищему хороший жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царства Небесной неводу закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали сосуды, а худое выбросили в воду. Вот, по сути дела, вся идея. Идея в том, что мы должны с вами искать и терять, сберегать и бросать. Человек, что он ищет? Если мы ищем, ну, ищем земное, как правило, опять мы говорим, что первое слово соответствует тому, на что мы делаем ставку в этой жизни. Мы ищем земное, мы ищем удовольствия какие-то, мы ищем решения проблем наших. Не всегда это плохое, но мы ищем то, что для нашей земной жизни, для нашей плоти, для нашего обихода. В принципе, ничего мы с собой не возьмем, но мы это ищем, это естественно, ищем мы все. Я тоже сижу и рассуждаю об этом не как ангел, потому что я тоже ищу. Но время искать должно закончиться, время терять. Потери. Тот же самый момент, о котором мы говорили, да? В общем представлении искать и терять, это первое хорошо, второе не очень хорошо. Вот однозначно мы сейчас с вами читали о том, что купец продал то, что имел, земледелий продал поле, да? Что тот, который поймал рыбу, отказался от всего того, что его не устраивает. Но вот прочитанное опять направляет мой взор к Марии, которая... Сосуд, алавастрый сосуд, очень дорогой сосуд с миром, очень драгоценная жидкость и стоимость этого сосуда, это примерно все то, что человек может вообще в жизни заработать. Да. Она всю жизнь искала, копила, и она стала богатым человеком. Даже Иуда соблазнился по стоимости, по количеству стоимости. Да, это стоимость невероятная. Сейчас трудно даже оценить ее до конца. Это жизненное приобретение, приобретение жизни. И что она делает? Она разбивает этот сосуд. Она изливает на того, кто стал смыслом ее жизни. Она нашла главное, и в принципе все остальное стало ненужным. То есть она сберегала, для нее было время сберегать, но когда пришло определенное время, это для нее время было терять то, что она сберегла, но ради приобретения чего-то большего. Вот то, что мы говорим, найдена была жемчужина, все остальное уже... Дорогие друзья, как удивительно раскрывается нам священное Писание. Я думаю, что вы согласитесь с моим мнением, что на первый взгляд эти мудрые изречения действительно кажутся чисто утилитарными. Когда нам хорошо, когда мы ищем что-то, и плохо, когда мы что-то теряем. Или когда мы сберегаем, тоже хорошо, и когда это уходит от нас, это плохо. Но вы смотрите, у Господа все наоборот. И божественная мудрость нам говорит о том, что мы должны быть мудрыми для того, чтобы расставлять вот все эти акценты так, как нам открывается в Священном Писании. Это поразительно. Для меня во многом это открытие, вот то, что вы нам говорите, Владимир Осипович. Господь говорит, что мудрость века сего не всегда является драгоценной мудростью. У Господа другой взгляд. У нас, к сожалению, все перевернуто. И потому что мы видим перевернутые заповеди. Действительно, вы правильно говорите, и те, кто с нами, и кто думает, это перевернутые. Но дело в том, что перевернули все мы. Мы перевернули все свое время, когда отказались от источника. Когда мы выбрали водоемы разбитые. Мы перевернули, и поэтому мы сегодня с вами сталкиваемся с обратной логикой. Обратной нашей логики. Поэтому, наверное, и очень важно вспомнить вот эту заповедь о том, что время собирать камни, то есть время вернуться к Священному Писанию, собрать божественную мудрость в своей жизни для того, чтобы мы вернулись к тому потерянному раю, который когда-то мы оставили. И Бог обещает это. Но Он желает, чтобы мы потрудились ради достижения этой мудрости. Я думаю, наверное, вы согласитесь, что не случайно Господь вот таким образом, даже, я бы сказал, зашифровал истинный смысл в том, чтобы мы копали и углубились, и построили дом на твердом основании. Любые притчи Господа заставляют развернуться нашему сознанию. То есть это Он ставит нас в состояние вот этого парадокса и заставляет думать. Поэтому, когда Писание читали и потеряли Бога, Он сказал, исследуйте Писание и найдите Меня. Вот это как раз и есть идея исследования Писания. Библия – это не книга для чтения, это книга для глубокого исследования. Что ж, давайте посмотрим дальше. У нас есть текст «Время раздирать и время сшивать». Он близок к тому, что мы говорили до этого? Или же здесь есть какая-то тоже особенность? Я могу очень коротко сказать, тоже вот прибегая к Евангелию, вот к 9 главе Евангелия от Матфея, мы сейчас все находим с вами уже в этом Евангелии. То есть это параллели Верхового и Нового Завета. И мы очень понимаем с вами, что это то, что объясняет автор один и тот же – Бог. Итак, 16-17 стих. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дара будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорывается мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают новые мехи, и сберегается и то, и другое». Итак, что мы сейчас с вами читаем? «Время раздирать и время сшивать». Да, действительно. «Дело в том, что нужно рвать. Нужно...» «И новую заплату к старой одежде». «И не пришивают, да. То есть нужна новая одежда». «Господь не ремонтирует нас. Господь пересотворяет нас. Это очень важно. То есть он не залатывает какие-то дыры. Мы не подлежим ремонту. Мы должны, как вы знаете, символически умереть. Как мы говорим, зерно, которое падает в землю, а иначе не будет нового растения». Это, наверное, вот то, чем занимается сейчас светская психология. Которые говорят, что мы вот здесь немножко подправим, вот здесь вас научим, но не меняется внутренняя природа, да? «Наша природа должна умереть для того, чтобы не властвовать над нами. Должна родиться новая природа. Это раздирание и, в принципе, сшивание, новое сшивание. То есть речь идет не о заплатах, а о сшивании. То есть о создании новой одежды. О принципиально новой одежде. Это одежды Христовой праведности. Если мы попытаемся на свои одежды прилепить заплаты, то это мы будем неудачны». Ну что ж, дорогие наши телезрители, действительно мы можем удивительным образом соприкасаться с глубочайшей мудростью, которая открывается нам со страниц Священного Писания. И пусть Библия действительно станет настольной книгой для каждого из вас. И мы продолжим в следующих программах разговор на тему удивительных изречений Соломона в книге «Экклезиаста». Сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!